Современные поклонники Перуна или новые язычники. Репортаж из Подмосковья. С вышивками торгуют коваными мечами и хотят единения с космосом и природой. Их волхвы совершают старинные магические обряды и жертвоприношения в виде хлеба и молока. Кто же такие современные язычники? Об этом в репортаже нашего специального корреспондента Юрия Гробовской. Языческие общины – места особенные. В России их несколько десятков. Это расположено глубоко в лесу под Можайском. Местные жители считают ее местом силы. А сила нужна им для правильной жизни и проведения особых языческих обрядов и ритуалов. Свои обряды они проводят на капище Перуна. Вот оно, большая поляна. В центре четырехликий столб с вырезанными на нем символами солнца. Сооружение призвано осуществлять связь времен и народов. Ведь славяне-язычники называют себя прямыми потомками Вселенной. И самого дневного светила. Предок, Вселенная для нас – это хлеб, молоко, зерно. То есть все доброе, не кровавое, не мясное. Здесь действительно не едят мяса и не пьют спиртного. Стремятся к гармонии с природой. В поселении несколько жилых домов и общая столовая. Костяк общины Колосвет – человек 20. У всех свои обязанности. Кто-то готовит пищу, кто-то растет овощи, кто-то следит за техникой. Но основная задача этих людей – искать и исследовать непознанное. Древние языческие культы и ритуалы. Алексей практикует магию владения мечом. Это элемент еще обрядового танца. Потому что меч с древнеславянского поэмерика, это имя есть им честь. То есть справедливый клинок, на нем приносили клятвы. Им же во время свадеб, либо во время того, когда роженица рожала, воины обходили это место, либо баню с мечом. Потому что меч – это достаточно такое серьезное. И у наших предков было культовое оружие. Основательница общины Ольга Александровна Торопова. Она целительница и даже колдунья. Раньше лечила космонавтов и партийных начальников. В конце 80-х работала в Академии энергоинформационных наук, которую курировали генералы из военно-промышленного комплекса. Там ей довелось и с психотронным оружием столкнуться, и с оккультизмом. После развала Союза развалилась и Академия. Несколько ее сотрудников во главе с целительницей поселились под Можайском. Оказалось, место это непростое. По данным геоморфологов, здесь проходят геологические разломы. Настоящая геомагнитная аномалия – то самое место силы. Это очень способствует практике старинных обрядов. Обрядовую систему, которая связана с владением стихиями, со связью со стихиями, мы вот как раз их и рассматриваем. У нас очень интересно бывает, когда происходит обряд, обязательно прилетают ворны, обязательно прилетают птицы какие-то, начинает дуть ветер с той или иной стороны, он меняет свое направление. Кстати, вот если тучи, выходит солнце. Язычество – не совсем религия, скорее это философия жизни. Язычники учат жить в единении с природой, используя ее стихии. Богов несколько, каждый отвечает за свое направление. Громы и молнии, смена времен года, любовь и семья и так далее. Основной из них – Сварог, создатель мира. Культовое место, круг Сварога, деревянные бревна, выстроенные по спирали, на каждом стеклянный шар. Говорят, что такая кольцевая структура концентрирует энергию. Человек, который пройдет через этот лабиринт, очищается от всех внешних воздействий и становится самим собой. Пробуем сами. Иду по лабиринту. Ощущения действительно необычные. Как будто клубок в солнечном сплетении ворочается и спускается в живот. Ольга Александровна говорит, что у всех это происходит по-разному. Случалось, что и сознание теряли. Энергия-то не шуточная. Зато потом небывалое облегчение. В каждом круге течет энергия определенной стихии. Вот этот первый круг – это стихия Земли. Когда вы по нему проходите, у вас чистятся кожа, кости, все плотные ткани. Далее идет круг стихии воды. Вы входите в круг, где стихия воды, у вас чистятся все жидкостные ваши структуры. Следующий круг – это стихия воздуха, где все наши воздушные пространства, а также легкие, чистятся. И, кстати, выправляется эндокринная система. А здесь протекает энергия в ритме стихии огня. И когда человек здесь проходит, у него снимаются, сжигаются все сублимационные программы, которые в народе называются порча из глаз. Они тоже имеют место, потому что все материально. За этим сюда и едут. Местные рассказывают совершенно чудесные случаи исцеления после чистки кругом сварога. Впрочем, к чудесам здесь привыкли, а магию считают обычным законом мироздания. У человечества растет интерес к открытию новых способностей, к открытию спящих зон головного мозга. В 21 век он открывает масштабированное понимание того, что человек на самом деле недооценивает себя процентов на 90. То есть возникает понимание недооцененности человека, недооцененности его возможностей и способностей. По опросам фонда «Общественное мнение» язычниками считают себя полтора процента граждан нашей страны. Это около двух миллионов человек. Не все, конечно, обитают в лесах. Кстати, члены общины «Колосвет» хоть и живут обособленно, но от социума себя не отделяют. В Крыму они организовывают международные слеты хранителей родной культуры. Активно пропагандируют праздник «День русского языка». Получили два гранта от правительства Москвы по программе профилактики наркозависимости. Проект был связан с популяризацией народного творчества, как основы здоровья нации. Они считают, что приобщение к традиции дает человеку мощную защиту от деструктивных влияний. «Солнце, лес лови, да нас благослови! Солнце славится, а земля радуется!» Юлия Гробовская, Сергей Прокофьев, аналитическая программа «Постскриптум», Можайский район. «Солнце, лес лови, да нас благослови! Солнце славится, а земля радуется!» Солнце, лес лови, да нас благослови! Солнце славится, а земля радуется!